всем привет меня зовут Аня и вы на моем канале посвященном вязанию сегодня у нас 4 февраля понедельник и я начинаю свой недельный влог это влог будет мой первый пробный прошу строго не судить очень надеюсь то что все получится сейчас у нас уже обед и у меня есть немного времени чтобы пообщаться с вами и повязать хочу рассказать вам что я успела сделать за выходные за выходные я успела довязать вот эти вот носки которые показывала вам в готовых работах все они у меня готовы только еще не убраны кончики и не постираны так затем распустила я носки которые мне не нравились я вам показывала и связала из них вот такие носки смотрятся они конечно сейчас нелеп некрасиво но примерял я их на мужа смотрится очень хорошо сидят на ноге облегают ногу за счет резинки вот тут и вот тут вот резинку я пустила очень хорошо они мне кажется будут в обувь носить их но я думаю что они постираются заблокируются расправиться петельки здесь они еще после распуска пряжи хотя вот после роспуска пряжи себя повела мне кажется очень хорошо не было таких завихрений как обычно пряжа бывает достаточно ровный был нормальные вязать ну я думаю что все плотно разровняется так это все что успел я связать так как выходные все дома повязать мне практически не удается буквально сегодня утром начала вязать еще одну пару носок носков связала манжет начала опять экспериментировать с узором но мне опять не понравилось я распустила сейчас вот на такой вот стадии буду вязать просто обычные носки лицевой гладью больше пока что никаких процессов не начинал но я думаю что сейчас пока дети спят начну вязать палантин вчера распечатала вот такую вот схему нашла в интернете долго искала схему подбирала ничего мне не нравилось ну вот нашла парочку выбрала из них вот эту вот схему не знаю пока не пробовал еще вязать но надеюсь что будет смотреться красиво потом обязательно надеюсь уже в следующем включении покажу что у меня получается и заехала вчера еще в магазин купила вот такую вот пряжу 3 ма . детский каприз или меня снять мастер-класс на детскую шапку с ушками вот собственно для этой цели купил вот такую вот нитку хотел купить такую пряжу чтобы она была общедоступна и каждого была возможность пойти и купить ее вот ну у нас собственно говоря ничего лучше не продается какую-то итальянскую пряжу либо drops я заказываю через интернет достаточно долго мне придется ждать хочется снять побыстрее мастер-класс поэтому купил вот такого детский каприз или зал уже из этой пряжи три года назад сыну вязала шапку показала на себя достаточно хорошо не сильно закаталась даже можно сказать вообще не закаталась стирал я ее в машине достаточно теплая была не знаю изменил сейчас она не изменилась если вот вязали последнее время из этой нитки напишите как она вам так что в ближайшее время буду начинать снимать мастер-класс по шапке если вам это интересно то обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить его в принципе все что я хотела вам на данный момент показать пойду сейчас наверное начну вязать палантин из ализе мохер классик попрощаюсь с вами до следующего включения еще раз всем привет у нас уже вторник хотела с утра вам показать свои продвижения но не получилось с утра так как на улице у нас идет изморозь все тает сера и очень плохое освещение ничего не видно даже сейчас вот уже обед освещение мне не очень понравится ходил сейчас по дому искала какой-нибудь темный фон так как мебель вся светлая чтобы показать вам ажур на плантине вчера начала вязать палантин вяжу на спицах пять с половиной сначала начала вязать на пятерки отчагу но не очень удобно был так как там острый кончик и скользкие очень петли слетали поэтому взяла обычные китайские не знаю пять с половиной набрала на спицы 85 петель провязала платочной вязкой потом перешла на узор вяжу 6 петель платочной вязкой вместе с кромочной затем 1 изнаночная 3 раппорта узора изнаночной и 6 петель платочной вязки вот так вот получается я провязала 1 раппорт узора такие вот сердечки либо цветочки выходит на мой взгляд все постирается петли разровняется будет красиво смотреться по такому вот узору вяжу может быть кому-нибудь пригодится сфотографируйте будете вязать так сейчас перейду за стол и покажу вам дальше так вот продвинулся носок вчера пока училась дочкой уроки чуть-чуть провязала и хочу сейчас продолжить и немного с вами поговорить познакомиться поближе и так зовут как я ранее представлялась меня аня мне буквально месяц назад исполнилось 28 лет живу я в небольшом городе рязанской области 8 лет я замужем и у меня трое детей старшей дочке 7 с половиной лет она учится первом классе сыну три с половиной года он ходит в садик но сейчас пока в садике очень много болеют деток мы его не водим так как есть возможность сидеть дома то есть я не работаю сижу дома и он соответственно сидит со мной и младшей дочке год в семь вязать я научилась как и многие наверное на урок труда в школе там мы вязали пинетки носки потом я не вязала вязать обязание вспомнил в первом декрете но это был знаете такое неосознанное наверное вязание просто беременные гормоны во мне играли и хотелось что-то делать вот я вязала по описаниям детские кофточки такие неудельные на мой взгляд сейчас вот мне как кажется уже не получались они до сих пор они где-то лежат внутри солях тогда мне казалось что это прям вообще очень все красиво вот потом родилась дочка была она такая достаточно активная нас связать мне было некогда и вязать я начала уже когда родила во второго ребенка сына здесь уже я более осознанно подходила к вязанию изучала как вяжется та или иная модель какие-то новые техники смотрела в интернете в книгах то есть уже сама придумывал какие-то вещи вязала не только там сыну дочки и себе уже начинал вязать что-то к третьему декрету мои навыки улучшились так скажем и будучи беременной третьей дочкой я связала ей на выписку две шапочки одна шапочка гнома а вторая шапочка чепчик с такими зайчьими ушками затем связала комбинезончик пинетки и плед вязалась полухлопка так как дочка родилась летом мне если честно очень понравилось что получилось так знаете необычно все это смотрелось потому что у всех покупные вещи комплект какие-то а это выделялась даже женщина в роддоме которая одевает деток спросила где вы такой купили тоже понравилось ей сказал что очень красиво сейчас собственно говоря продолжаю вязать изучать что-то новое для себя канал свой открытие хотел уже очень давно но все что как-то не складывался меня то не было возможности снимать то еще какие-то были причины но сейчас все сложилось я сняла уже свое первое видео выложила на канал пусть она не очень хорошего качества как мне кажется потому что освещение сейчас очень плохое но буду улучшать качество своего видео надеюсь что все получится основной целью открытия канала было наверное то что не могу я записывать то что я вижу то есть вести какие-то проектные тетради как я не пыталась покупал себе специальные блокноты и какие-то красивые тетрадки начинал записывать и все так они у меня лежат стопочкой дочка теперь берет и рисует в этих тетрадях так как мама наверное у кого маленькие дети и не один маленький ребенок меня поймут невозможно с детьми что-то записывать потому что мне легче просто взять какой-нибудь кусочек бумаги по-быстрому там рассчитать и начать вязать и также там отмечать какие-то ряды или что-то еще вот поэтому создавая свой канал чтобы снимать какие-то кусочки видео как я вязала вещь на каких спицах из какой пряжи каким узором сколько там рядов и прочее чтобы если вдруг мне когда-то захочется повторить подобную вещь я открыл свои видео посмотрела и связала по своему же описанию хочу на своем канале размещать не только какие-то болталки и влоги готовые работы но очень хочется мне снимать мастер-классы сейчас где очень много желающих научиться вязать я считаю то что это очень хорошо то что есть такая возможность сейчас открыть youtube и все что ты хочешь найти здесь когда я научилась вязать так все это не было еще распространено совсем скоро я надеюсь на это выйдет мой мастер-класс по детской шапке с ушками вчера вот я вам показывал купил уже пряжу для этого процесса сейчас с вами поговорю пойду вязать образцы вчера думала целый день каким узором связать эту шапку чтобы узор был красивый и простой чтобы справиться мог даже начинающий ну в принципе наверное остановлюсь я на узоре которым я показывал вам были связаны у меня носки которые я спустила для носков он не подход не подходит этот узор а для шапки я думаю будет самое но вот либо возьму узор из вытянутых петель такие ромбики не знали вот склоняюсь к этим двум узором сейчас пойду отвязывать образцы стирать и может быть уже завтра послезавтра начну снимать для вас мастер-класс ну еще мне очень хочется найти единомышленников людей также как и я увлеченным вязанием общаться с ними может быть дружить ну на этом наверное я буду потихоньку заканчивать сегодняшнее включение мне будет интересно если вы в комментариях напишите тоже из какого города как вас зовут очень будет интересно отледить географию тех кто меня смотрит а у нас уже четверг посмотрите сколько снега нападал вчера но сейчас опять оттепель все тает с крыш капит записывал вчера мастер-класс начала записывать мастер-класс по детской шапке поэтому не снимал вчера ничего сейчас покажу что успел связать за два дня и так показываю что я связала довязала носок и начала вязать 2 на таком этапе у меня остановился сейчас вывязываю пятку думаю что до конца недели эту пару носков я закончу и еще один мой процесс это палантин вот на таком этапе у меня находится провязала высоту я два рапорта и сейчас наверное я до конца недели больше не буду вязать его почему потому что скорее всего мне не хватит пряжи связала я два рапорта и от первого мотка остается у меня вот такой вот небольшой моток как я думаю мне это хватит еще на один рапорт так как у всего у меня пряжи два матка длина палантина получится где-то метр ну может быть метр десять как мне кажется это будет очень короткий палантин и у меня есть два варианта либо распускать вот этот вот полотном чего делать я не хочу так как пряжа волосатые распускать ее неудобно и потом она уже в перевязи не будет так красиво смотреться она будет уже такая сваленная вот что же я хочу сделать я хочу выходной доехать до магазина и попытаться найти такой же вот мохер классик в белом цвете если удастся купить еще один моток если же в таком цвете не найду то подобрать подходящий цвет к белому чтобы хорошо сочеталось докупить моток и пустить начиная отсюда начать вводить потихоньку этот цвет то есть допустим какой-нибудь там голубой потом полосочку белого и так постепенно увеличивая ширину полоски выйти в другой цвет и потом также постепенно уйти опять в белый цвет такой вариант есть либо же довязать полностью вот этот белый моток потом в середине пустите дополнительный цвет и потом закончите опять белым ну пока еще не знаю не решил поэтому скорее всего до конца этой недели до субботы во всяком случае до воскресенья не на куда поедем магазин вот этот процесс вязать не буду хотя вяжется очень легко прям на одном дыхании очень красивый узор выходит за вяжется он несложно достаточно легко запоминается вот на это наверное все что я связала как я уже сказала вчера начала снимать мастер-класс по шапке ну там я сделала расчеты и начала связала наборный ряд пока что больше еще не вязала вот и наверное сейчас я с вами попрощаюсь до завтра и пойдут снимать дальше мастер-класс а завтра покажу уже что я успела связать за эту неделю а у нас уже пятница дождались наконец-то мы пятницу наверное один из любимых моих дней в неделе очень люблю пятницу и субботу не знаю почему напишите какие дни любите вы вот а я хочу показать вам что же я связала довязала я носок такая пара получилось осталось спрятать кончики и постирать на стирать я буду наверное все сразу носки так что осталось мне еще немного связать носков и вяжется у меня шапочка и снимается мастер-класс готова резинка сейчас закончу влог и пойду снимать дальше мастер-класс по этой шапке связала резинку как мне кажется немножко переборщил сейчас пойду наверно распущу пару рядов и не будут до снимать мастер-класс мне понравилось вязать из детского каприза смотрите как красиво ложится резинка плотнее но на еще не стежим конечно после стирки мне кажется на петли разровняются будет очень красиво не стал сейчас приносить палантин там ничего не сдвинулась также как так как я вам вчера и сказал вязать его пока что не буду сегодня выходные доеду до магазина и там буду уже решать что мне с ним делать на этом наверное я с вами попрощаюсь спасибо что провели эту неделю со мной напишите в комментариях как вам такой формат видео стоит стоит ли дальше снимается продолжать влоги чтобы вы хотели видеть во влогах может быть что-то разнообразить как ты их но я желаю вам хороших продуктивных выходных подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну а я пойду снимать для вас мастер-класс который я думаю ближайшее время уже появится на канале ровных вам петелек до скорых встреч пока пока